приветствуем наших подписчиков и гостей канала эзотерика для тебя друзья мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке сегодня в этом видео поговорим об одном слове который не стоит его произносить правда это слово мы используем изо дня в день и не думаем о том как это слово может разрушать вашу жизнь поэтому обязательно просмотрите это ведет начала до конца и сделать определенные выводы для себя каждый человек как только рождается начинает произносить какие-то звуки и через определенное время пытается начинать говорить еще через определенное время уже начинает пополнять свой словарный запас так что получается строить уже предложения формулировать мысли отправлять правильные посылы все это происходит так потому что человек на энергетическом уровне даже пока еще не умеет говорить притягивает сам возможно того не понимая нужный на том жизненном этапе энергии которые способны помогать ему справляться с трудностями защищать его от негатива а со временем и те которые могут изменить его жизнь и сделать еще лучше все что мы произносим выговариваем создает свои определенные энергетические вибрации которые могут действовать на нас как положительно так и отрицательно все зависит от того к чему мы стремимся какими словами заполняем свой пасть вседневный лексикон ни для кого не секрет что люди которые часто используют слова паразиты которые сквернословят вкладывают слова которые они произносят негативный смысл ничего хорошего в свою жизнь не притягивают даже если на данном этапе это не так даже если мы кажется что таким образом они выглядят очень страшно и возможно даже брутально это все самообман и очень скоро он себя проявит покажет и тогда жизнь данной категории людей повернется совсем не так каким хотелось бы а проблемы неприятности и беды будут преследовать их на жизненном пути мало кто уделяет своему лексикону нужное внимание пытается правильно выговаривать слова формулировать предложения многие считают что главное что их понимает и слышат что они от кого-то хотят на определенном этапе но это самое страшное заблуждение потому что она ведет человека и не в никуда и в результате к нему просто перестанут поступать положительной энергии что образует энергетический застой поэтому остановитесь сосредоточьтесь посмотрите со стороны на то какую манеру разговора имеют богатые успешные люди они в каждое слово вкладывают любовь они выговаривают каждое слово с уважением никто из них не позволяет себе говорить обычный набор любых пришедших в голову слов так как они знают то каждое их выражение формулирует очередной посыл который способен помогать им еще больше улучшать их жизнь они стремятся к этому и они стараются и соответственно получают желаемое взамен а вот бедные люди вообще порой не думают над тем каком контексте они говорят то или иное слово что возможно его можно заменить более подходящим на данном этапе что любое предложение перед тем как сказать нужно обдумать иначе неприятности не удастся избежать еще наши предки старались различными пословицами поговорками предупредить нас о том что очень важно все то что мы с вами говорим слова настолько же важны как и мысли которые находятся в нашей голове есть например такая пословица которая звучит так слова как птица сказанное в гневе уже невозможно не вернуть не повернуть мы слышали наверное ее неоднократно но не старались придать значение и обдумать что же на самом деле она означает все дело в том что все слова которые мы с вами произносим все звуки зависящие от тембра нашего голоса играет одной из основных ролей и делают их более только сильными все это влияет не только на уровень нашей жизни но и на тех людей которые нас окружают так например если кто-то вашей семье любит постоянно ругаться говорить нецензурные слова то не только такого человека но и всех членов вашей семьи будут окружать неприятности их жизнь вот наполнять определенные проблемы если вашей жизни что-то не ладится посмотрите внимательно на манеру своего разговора проанализируйте ее ее мы уверены вы найдете то что вам захочется изменить пересмотреть или дополнить всегда обучайтесь новому не стойте на месте старайтесь выговаривать как можно больше слов с положительной энергетикой как только вы начнете это делать вы увидите что это очень непросто и что когда вы начнете к этому этому придерживаться вашей жизни у вас действительно начнут происходить приятные изменения не стоит в гневе произносить никакие слова так как такие слова обладают очень сильной энергетической силой и способны разрушить жизнь не только того кому вы их адресуете но и вашу так как негатив который от них вылетает зацепляет все и все кто находится в округе есть еще одна очень хорошая поговорка которая звучит так лучше семь раз обдумать чем раз произнести просто так это означает что пока вы семь раз будете обдумывать как правильно сказать за это время ваши эмоции утихнут и вы не скажете ничего из того что сказали бы изначально если вы вспыльчивый человек возьмите за правило считать в этот момент до 7 это поможет вам не делать глупости о которых потом вы будете жалеть и убережет вас от негативных энергий которые в этот период будут вас окружать слова способна принести пользу помогать людям поверить себя а также выйти из трудных жизненных ситуаций даже вновь научиться жить но также слова способна и разрушить жизнь растоптать человека и поставить его на колени слова в руках человека который осознал его силы и умеет контролировать по способна намного возможно все силы и предугадать трудно недаром же говорят что порой сведенный на человека сплетни полностью разрушает его жизнь в данном случае даже не имеется ввиду то что какой-то человек морально не смог выдержать то что о нем сказали что-то обидное а то что те слова которые были сказаны в его адрес усилились когда передавались от одного человека к другому чем притянули еще больше негатива и к тому о ком шла речь дошли и уже наполнены разрушительным негативом а человек расстроился услышав такое себе его бояполе ослабло и он весь этот негатив сам того не понимает тут же его брал а если бы он не отреагировал на данные сплетни ничего бы страшного у него не произошло а весь негатив вернулся был к тем кто в этой цепочке участвовал поэтому никогда не вступайте в разговоры о другом человеке не сплетничайте это достаточно сильный негатив который вам точно не нужен научитесь следить за собой за своими эмоциями за своими словами за своим жизненным путем и увидите насколько интересней многограненной станет ваша жизнь и что очень скоро вам уже будет просто не до этого не забывайте негатив затягивает очень быстро а вот вырваться от него со временем становится практически невозможно когда ваши дети растут старайтесь им говорить как можно больше ласковых нежных слов хвалите их этим вы дадите им уверенность в себе укрепить их биополя сможете окружить положительными энергиями и тем самым сделайте их намного сильнее благодаря вам они выберут правильный путь и не будут тратить свои энергии по различным пустякам и в это время упуская важные моменты в их жизни каждый день мы с вами говорим слова благодарности но многие из вас делают это неправильно чем отправляет соответственно неправильные энергетические посылы которые не притягивают уже положительных и нужных энергий взамен мы с вами привыкли говорить слово спасибо и не задумываемся о его значение а ведь она состоит из спаси ибо и означает что вместо благодарности вы стараетесь защититься от данного человека и того что он для вас сделал или же от того что притянули к вам нужные энергии вы показываете что вам это не нужно что вы не готовы и не ходите и не хотите это принимать вашу жизнь соответственно выставляете энергетическую защиту для принятия положительных энергий событий а затем сами удивляетесь что же получается совсем не так как вы желали почему вы не получаете то что ожидаете вроде же даже все было хорошо поэтому это слово нужно говорить только в тех случаях когда вы не уверены как вам относится определенный человек и чтобы не подхватить негатив который он может вам передать лучше перестраховаться и сказать ему спасибо так вы обезопасите себя от всего плохого что может прийти в вашу жизнь и нарушить все слово спасибо будут отдалять вас от человека которому вы его скажете но никак не делать ваши отношения более искренними и наполненными хорошими энергиями лучше говорить слово благодарю это слово отправляет правильные важные посыл как для вас так и для человека в отношении которого вы его произносите так как вы ему говорите что благо дарю дарите благо за его помощь а значит отправляете правильно энергетический посыл и соответственно получаете такой же взамен что будет приумножать то что вы уже получили и с удовольствием приняли в свою жизнь момент того как вы это будете говорить вокруг вас и данного человека происходит очень сильный энергетический обмен именно положительными энергиями которые способны убрать даже все неприятности из ваших жизней и сделать их более положительными и беспроблемными поэтому начните прислушиваться к словам которые вы произносите и вы увидите как на них реагирует ваше тело и и душа в одних случаях как будто открывается и готовы впитывать эти нужные для вас энергии а в других случаях наоборот старается закрыться и больше не хочет это слышать и воспринимать поэтому учитесь правильно использовать слово себе во благо и очень скоро вы увидите как положительные энергии начнут окружать вас а ваша жизнь станет полной чашей которые будут вас только радовать и ни в коем случае никогда не огорчать вы притягиваете к себе энергии не забывайте об этом а какие притягивать положительные или отрицательные помните решать только вам мы надеемся друзья что наши советы и наши рекомендации вам помогают жизни с вами как всегда был канал эзотерика для тебя друзья обязательно подписывайтесь на наш канал обязательно ставьте лайк этому видео обязательно поделитесь этим видео с теми кого вы любите кого вы цените кому вы желаете мира любви и гармонии друзья прямо сейчас на экране вы видите два прямоугольника это следующее рекомендованные видео для вас нажимайте на то видео которое на интуитивном уровне понравилось больше и смотрите там много ценной важной и интересной для вас информации